Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре силиконовые приманки от производителя Savamura, называются они OnUpShed Поставляются в пластиковом блистере, где каждая силиконовая приманка лежит в своем индивидуальном пространстве Хвостики не заминаются, тело нигде не деформируется, упаковка очень классная Но в ней, к сожалению, не так удобно хранить оснащенные приманки Но для того, чтобы поставить именно силикошки к покупателю, очень и очень все достойно Длина данных приманок 10 см и вес неоснащенной силиконовой приманки 3,6 грамм В упаковку кладут 6 силикошек Очень они недоступны по цене, как по мне Для шести силиконовых приманок цена в районе 500 рублей То есть одна приманка колеблется в районе 90-80 рублей Конечно же, все знают, насколько они уловистые благодаря своей мягкости Но все же, как ни крутиться, она очень даже кусается Были по небольшой скидке, ну и я решил, что все же мне это надо Я очень много пользовался приманками OneUpShed в простом исполнении А это исполнение Slim То есть приманки приплющенные такие с боков, более не такие, то есть объемные, как их более толстый брат И поэтому я думаю, что они будут работать плюс-минус так же, как и всем привычные приманки OneUpShed Здесь есть информация, что лучше всего использовать их на крючках 2.0 или 3.0 Это, наверное, проапсетные крючки И производены они в Японии И поэтому на них и такая кусачья цена Я вроде бы думал, что освободил от скоб Но тут оказались еще по бокам Поэтому сейчас будем извлекать хотя бы одну приманку Остальные пускай лежат Вот такая вот сверх мягкая силикошка Благодаря мягкости достигается очень живая, активная, интересная игра Которая невероятно нравится хищнику Но и понятная живучесть у данных силикошек Просто минимально 2-3 поклевки Того же даже окуня и хвоста Нет, не говоря уже про поклевки щуки и судака Которые, бывает, с одного раза отрывают половину данных силиконовых приманок Но эти силикошки помогут вам поймать рыбу абсолютно в любой бесклеве Так как эта приманка действительно очень и очень сильно провоцирует хищника на атаку Наверное, все же благодаря своей мягкости Благодаря аттрактантам, которые здесь используются Пахнет она таким сладким анисом Запах у них очень и очень приятный В данном случае взял в такой вот интересной расцветке Номер 44 Прозрачное тело, внутри которого видно множество серебристых таких блесток Которые во время проводки будут бликовать и напоминают чешую рыбы И провоцируют тем самым хищника на атаку На сайте представлено около 30 расцветок Расцветки на все вкусы Множество оттенков натуральных цветов Темные, светлые, есть кислота, есть различные розовые, бордовые Но в принципе по расцветкам, я думаю, есть из чего выбрать Я почему-то захотел именно такую У меня обычные модельки есть и в кислоте, и фиолетовые И все они прекрасно работают Я думаю, тут даже дело в данной модели не в цвете А именно действительно в ее такой мягкости Ну и слимовая ее формация получается Я думаю, тоже будет отлично работать По судаку вообще топ Любит он пожирать данные приманки в 10-сантиметровом размере Кстати, тут даже и они как бы не ощущаются Приманка как будто бы выглядит даже немного меньше В своем исполнении она имеет сверху ложбинку Где легко спрятать жало овсетного крючка Для того, чтобы оно не собирало на себя мусор И снизу также есть ложбинка, которая поможет данному овсетнику Выходить намного быстрее, не проходя все тело приманки А засекание будет происходить явно быстрее Чем если бы данной ложбинки не было тела Разделено как бы на две части Основная его часть и хвостовая Которая заканчивается такой довольно-таки объемной пяточкой Игра будет размашистая и интересная Я гарантирую, что с данной приманкой поймает в принципе любой рыболов И новичок, и профессионал Тут в принципе стандартная проводка Оснащаем либо на овсетный крючок, либо на двойник, либо на джиголовку Два оборота пауза И будет вам удача Главное, чтобы в том месте, где вы ее используете, была хоть какая-нибудь рыба One Up Shed Slim от производителя Savamura Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok